Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий и Сабу Натчка. Вот, стою, смотрю в небо, в надежде, может, кто-нибудь будет мимо пролетать. Да подберет меня. Но нет. Даже птицы сегодня что-то не летают. Хотя рядом остров, на котором нужно обязательно побывать. Да что ж ты машешь рукой? Мы вроде бы как бы на свежем воздухе. Ну, на остров, наверное, чуть позже. Чуть позже, после того, как побываю я на капсуле, сделаю свой резак. А с резаком отправлюсь на Аврору. Ну, а потом видно будет. Сначала нужно починить свой... Свой мотылёк. Никак не думал, что это всё так просто. У меня же есть ремонтный инструмент. Универсальная штука, которая может просто делать чудеса. Взял его в руки. И ремонтирую себе. Дыры закрываются. Сарапины исчезают. Даже краска стала намного ярче. Ну, вот тебе, пожалуйста. Мотылёк почти что новый. Ну, я вижу, что... Вода у меня в организме почти закончилась. Пища тоже потихонечку уменьшается. Я думаю, что нужно всё-таки возвращаться. Нужно возвращаться. Как бы не хотелось продолжить исследование, но нужно всё-таки возвращаться. Конечно же, по дну морскому вдруг что-нибудь попадётся на глаза новенькое, интересное, неизученное, доселе невиданное. Поэтому... Вниз на дно. Но они глубже 200 метров. Потому что мотылёчек мой очень хрупок. Мои кости намного сильнее. Я как бы могу опускаться намного глубже, чем он. Хотя, если, может быть, добавить каких-то модификаций. Если я не ошибаюсь, у меня есть модификация. Только подходит ли она для погружения, не знаю. Надо будет посмотреть. Что за чудеса? Прямо какие-то чудеса чудесные. Чего только не встретишь. Камень, который не тонет. Ну, поплыли дальше. Может, здесь какая-нибудь гравитация не такая, как везде. Так, подожди. Что-то тоже необычное. Радиосигнал. 120, 130. Я таких чудес ещё не видел. Что это за воздушные шары? Блин, мне как... Подожди, подожди. Что происходит? Что происходит? Что это было? Что это было? Что-то я сейчас не понял. А что произошло-то? Ну, не знаю. Глубина вроде бы как бы на меня не действует. Я просто хотел спуститься, просканировать это всё. Якорный кокон. Вот это что за штука. Не знаю, может, меня крышка как-то прихлопнула мотылька. Я не знаю, по голове. Что это за чудо? А, смотри, там ещё что-то внизу есть. А, это я понял, что это страж. Есть ли там страж, значит, определённо что-то там интересно есть. Слушай, нужно наделать радио маяков. Иначе я потом это место просто никогда не найду. Ладно, всё. Отправляюсь я к капсуле. Отправляюсь я к капсуле. Поем, напьюсь, заготовлю всё. Сделаю резак, сделаю себе радио маяки. Хотя, может быть, радио маяки сделаю чуть позже. Зачем мне на Авроре радио маяки? Сталки-рюги. Сталки-рюги. И да, вот в прошлый раз я видел, что это было такое, не знаю, как тень какая-то, которая спрашивала меня, кто ты, что ты. И вообще, что это такое было? Что это было? Может, это действие глубины, давления сказывается? Я не знаю. Так, мотылёчек, ну ты постой, пожалуйста, отдохни. Я, наверное, наловлю сейчас рыбёшек. Где вы? Вы тут, наверное, успели без меня тут размножиться. Никто вас давно не ловил, бумеранги. Так, ну, бумеранги это хорошо, но мне нужны пузырики. Мне нужны пузырики. Одного вижу. Так, а ну-ка. Стой. Второй. Но я очень хочу пить, и я очень хочу пить, поэтому мне очень, очень нужно много. Очень нужно много всего. Вы уж простите. Так, ну, иди сюда. Не хочешь, как хочешь. Бумеранг. Вот же. За место бумеранга грипп поймал. Но это тоже неплохо. На батарейке пойдёт. Пополните запас жидкости. Вот уж заботливая дамочка. Чтоб я без тебя делал. У меня что? Инвентарь? Инвентарь, да. Кстати. Я вот не знаю, но включённый свет на мотыльке, может быть, как-то тоже тратит электроэнергию. На всякий случай будем выключать. На всякий случай буду выключать. Так, что там за радиосигнал был? Реоритивное автоматическое сообщение со спасательной капсулы 13 с Авроры. Координаты прилагаются. И в спасательной капсуле находится высокопоставленный пассажир Джучи Хасар. Я сказал, Хасар? Зачем я вообще должен записывать это? Немедленно отправьте представителей похоронного бюро. Местонахождение сигнала загружено в КПК. Что за дела? Ещё один сигнал, да что ж такое? Говорит штаб-квартира Альтеры. Это, возможно, наше единственное окно связи. Мы не можем послать спасательный корабль до самого места крушения. Так что, Аврора, вы должны будете просто встретиться с нами на полпути. Мы загрузили чертежи. Что? Данные чёрного ящика показывают, что защищённый терминал капитанской... Подожди, подожди, ну не так быстро, ребят. Ну что такое? Я петь уже хочу. По одному говорите, я ничего не пойму, ничего не могу понять. Кто что говорит? Защищённый терминал, каюта капитана. Ветчина сыром. Что за ветчина? Что за чёрт побери? Вдали, лады, что? Ладно, я хочу пить. Я хочу пить. Когда я напьюсь, я потом всё пересчитаю. Ресурсы... Это не то. Мне нужна вода. Секунду. Я как-то могу сделать антисептик? Да, хочу просто попробовать. Как это сделать? Основные материалы. Антисептик. Антисептик является важным химическим веществом, используемым для очистки раны, дезинфекции воды. Угу. То есть что? Ну, это понятно, что она без микроорганизмов как бы не заражена, но чем она будет мне ещё полезнее? Может, объём больше? Немедленно пополните запас жидкости. Сейчас, 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 секундочку. Секундочку. Не могу остановиться от этого процесса просто. Приготовление. Так ужасно люблю готовить. Сейчас обожарусь и потону. И потону. И не всплыву наверх на поверхность. Такс. Ну и что тут у меня? Вода плюс 30, плюс 20. Угу. Не вегетарианская. С микробами. Ну, употребить. Жизненно важные показатели стабилизированы. Отлично. Давай ещё наедимся с тобой. Всяких вкусняшек. Вкусняшек. Хрустяшек. Слушай, ну напились. Ну, это же, это же надолго не хватит. Что там в хранилище, кстати? В хранилище тоже есть вода. Сюда нужно сбросить... Все, что можно. Ммм... Медная руда, иди сюда. Батарея раз. Батарея два. Энергоячейка. Ну, не знаю. У меня же есть, по-моему, одна энергия ячейка. Ну, да. Пока, наверное, хватит. Эмм... Надо уже, конечно, задуматься о строительстве своего домика. Нет у меня здесь домика. Поэтому... В скором будущем, наверное, придётся строить базу. Здесь всё заполнено. Здесь всё заполнено. Здесь тоже. Сделай себе ещё один контейнер, что ли. Эмм... Радиомаяк. Медная руда и титан. В принципе, не такая уж и... Ну, ладно, чуть позже. Эмм... Контейнер. Переложить, переложить. Убрать. Свинец пока убрать. Это тоже в сторону. Огнетушитель, кстати, заправка ноль. Мне нужен огнетушитель. Если я хочу отправиться на Аврору и остаться... Жив. Как это делать? Инструменты. Ммм... Ресурсы. Электроника. Продовольствие. Снаряжение. Снаряжение. Огнетушитель. Три титана. Вообще не проблема. Раз, два. Снаряжение. Огнетушитель. Огнетушитель. Кстати, а тут, наверное, просто можно выбросить и все. Эмм... Так, батареи есть. Огнетушитель есть. Нужно еды, воды. Ну и, в принципе, и все. Сделать резак только и все. Кстати, что там нужно? Что там нужно для... Пещерная серая, титан, батарея и алмаз. Пещерная серая. Она должна где-то быть у меня. Раз. Алмаз. Титан. Раз. У меня тут алмазики. Литий. Литий. Не то. Алмаз. Так, еще раз. Два алмаза. Нет, ну, два алмаза жар. Жалко. Ну, что поделать. Да, лат так два, да? Персональные, наверное, в снаряжении, да? Нет, не в снаряжении. Инструменты. Лазерный резак. Кармашек. Ну, все. Наловлю себе сейчас рыбки на дорожку. И все, я отправлюсь в путь. Соль бы найти еще. Хотя у меня там должно быть немного. Так, ну, где же вы? Где же вы? Вот, стоп, 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 стоп. Ну? Блин, ну. Стой. Еще один. Может, сюда заглянуть? Да. Удачно заглянул. Думал, может, что-нибудь оттащу полезного. Но кроме камиказы ничего хорошего не нашел. Так, пузырь, пузырь, пузырь. Держи. Бумеранг, иди ко мне. Так, нужно еще пузыря. Нужно еще пузыря. Ну, легок на помине. Иди ко мне. Слушай, сколько там у меня их? Раз, два, три, четыре. Слушай, да ну хватит. Хватит, наверное. Да хватит, конечно. Конечно, хватит. Снова какой-то радиосигнал? Да что ж такое, а? Как будто знают, что я домой вернулся. И давай мне названивать. У меня тут дела важные. Они, блин, звонят мне и... Отвлекают отважных дел. Продовольствие. Так, посмотреть. Соль есть или нету? Соль, соль, соль. Отложение соли есть. Ммм, соленая еда. Соленый бумеранг. Пузырь. Ну и все. Так, я, кстати, не прочитал то сообщение, которое пришло последним. Я там вообще ничего не мог разобрать. Ммм. Приоритетное автоматическое сообщение со спасательной капсулы 13 с Авроры. Координаты прилагаются. В спасательной капсуле находится выкосопоставленный пассажир Джучи Хасар. Я сказал Хасар? Зачем я вообще должен записывать это? Немедленно отправьте представителей похоронного бюро. Ладно, с этим разберемся. Говорит, что квартира Альтеры. Это, возможно, наше единственное окно связи. Мы не можем послать спасательный корабль до самого места крушения. Так что, Аврора, вы должны будете просто встретиться с нами на полпути. Конечно, конечно. Я сейчас отправлюсь на Аврору и почеменю ее вот своим ремонтным инструментом просто. Как я могу добраться на... К вам. Мы загрузили чертежи в компьютер корабля. Вдали. А, вдали. Это вдали, наверное, да? Говорит. Мы за сэндвичами. Ты с нами? Ага, сейчас, одну секунду. Данные черного ящика показывают, что защищенный терминал в капитанской каюте. По-прежнему работает. Вдали. Бекки уходит минут через пять. Ладно, скажи Бекки, что я возьму обычный. Вдали. Обычный? Да, она поймет, о чем я. Вдали. А вдруг нет? Вдруг он... Что? Я ей сказал обычный. Она мне... Какой обычный? А мне теперь снова сюда. Код должен быть 2679. Так, уже хорошо. Есть какой-то код. Говорится о терминале в капитанской каюте. Хорошо, ладно. Посмотрим. Посмотрим. Слушай, аптечка нужна будет. Аптечка нужна будет. Аптечка, вода. Батарея. Ну, все, наверное, да? Я думаю, что этого хватит. Такс. Где мой мотыль? Добро, добро, добро. Пожаловать. Где наша там Аврора? Где Фрора? Где Фрора? Вот она. Поплыли туда. Так, я надеюсь, там радиации уже нет, потому что я не взял с собой маску. Противорадиационную. Не знаю. Вроде как бы я здесь уже бывал. Быстренько, быстренько осмотрюсь. Сканер не появится нигде. Просто обидно, если что-то будет нужное, я пропущу. Вроде бы нет. Так, курс правильный. Да, кстати, нужно будет порассматривать здесь все, потому что я здесь плавал без мотылька и точно уж что-нибудь пропустил. Вот, смотри-ка, крупные какие-то обломки. Здесь я, кажется, не был. Что здесь? Ничего. Ммм, глайдер. Глайдер сейчас пока не актуально. Или я здесь был? А вот здесь дверь. Ну, открыто, да? Или что? Да, нет. Да, я пройти не могу. Ведь так же? Ну, как бы открыто, но... Но я туда зайти не могу. Может, где-нибудь... Где-нибудь сверху что-нибудь? Ах, вот, смотри-ка, смотри-ка, смотри-ка. Точно, точно. Где мой... Рем... Рем... Инструмент? Слушай, кислородик, кислородик. Надо бы глотнуть. А здесь вода-то была мутная, когда я еще не была... Самая... Заглушена эта радиация. Нет, что бы инопланетяне мне во всем бы помогали, да? Ну, они только препятствуют. Я тут, понимаете, экологию спасаю. Рискую жизнью. Все, 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 прекрати. Хватит садить батарейки. Такс. Чувствую себя прям как в космосе. Ну, практически чем-то похоже. Ну, блин, ну что это такое? Нет. Нет, все-таки фонарь. Фонарь в руки. Что, неужто ничего полезного? Ух ты. Какая-то незнакомая дамочка. Здесь что? Фрагмент морского глайдера. Так, оттуда я зашел. О, ничего себе. Ну и что? Зачем я сюда зашел? Это вы меня специально запутываете, что ли? Чтоб я потом назад пойти не нашел? Подожди, подожди. Фонарик. Фонарик. Заменить источник питания. Не понял? Ну, а что не так? Подожди. Кислород, кислород, кислород. Кислород, кислород, кислород. Какая-то просто ловушка, что ли. Зря только потратил время. Так, сколько у меня батареи-то осталось? Ну, поплыли дальше. Опс. Вот, смотри-ка. Крышка какого-то лючка. Ну, только рядом акула здесь плещется. А, это даже фрагмент мостика циклопа. Вот как. Металлолом, металлолом. Это у нас кварц, да? Кварц мне по-любому пригодится. Все, ну, спешить не надо. Спешить не надо. Смотри-ка, сколько кварца, а. Нет, надо, я не могу пройти мимо него. Я думаю, что обязательно он пригодится мне. Для производства стекла и всякого там чего-нибудь еще. Что-то там светится. Так, ладненько. Мотылек. Ну, это корма. Авроры. Кстати, здесь же должен быть где-то мой старый знакомый. О-о-о-о. Нет, этого невозможно. Ну, как так? Уйди, 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 гад. Пошел прочь. Где-то здесь должен быть старый знакомый. Я уже уплываю, я уже уплываю. Я понял, 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 понял. Да ну хватит, 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 хватит. Так, я не пойму, куда я плыву. Я уплываю от него или нет? Чего он ко мне прицепился? Да уйди ты от меня. Ну все. Мотылька моего больше нет. Ой, гад. Вот же сволочь, а. Вот же сволочь. Да уйди ты, ты смотри какой. Мне этот какой-то посвирепий. Он просто не отстает от меня. Сейчас прячусь где-то в водорослях. Да, птичку что ли. Пить захотелось. Так, ну что же делать? Жалко, конечно, но... Дело поправимое, ничего страшного. В следующий раз надо быть аккуратней. Поплыл я, наверное, все-таки не назад, а на Аврору. Посмотрю здесь что-нибудь полезного. Может, чего-нибудь найду, смотри-ка точно. Фрагмент мостика циклопа. А здесь чего-нибудь? Металлолом? В общем, ночью нельзя плавать. Блин, взял, сломал такую штуку. Одно расстройство. Так, сгаси фонарь. Уже светает. Генош глайдер. Соль. Так, спокойно-спокойно-спокойно-спокойно. Что здесь? Просто горы металлолома. Если нужен кварц, я знаю теперь, где его искать. Что за ящик? Что за ящик? С водичкой. Известняк. Ну, процесс развала Авроры не останавливается. Все, рушится, я смотрю, да? Трясется. Опачки. Здравствуйте. Давно не виделись. Так, убирай эту штуку. Крабики, старые знакомые, отойдите, пожалуйста. Не до вас. У меня сейчас ужасно плохое настроение. Просто ужасно. Не снова мастерить этот мотылек заново. Где мой нож? Где мой нож-то? А то они от меня просто так не отстанут. Топ-топ-топ-топ-топ. Блин, их или больше стало, или мне так просто кажется, не знаю. Так, вот она тропа. Спокойно, спокойно, спокойно. Грузовой отсек администрация. О, о каюте. Подожди. Да что ж трясется, ну перестань ты. Защищенный терминал в капитанской каюте по-прежнему работает. Где эта капитанская каюта? Это же здесь, я так думаю, или нет? Или это не каюта? Это администрация, да? Но капитан, это же администрация. Где тогда эта капитанская каюта? Счет, я не пойму. Ладно. С этим тогда позже чуть-чуть. Рыксу. Рыксу, да? Ну, начинается. Так, убирай нож. Тьфу ты. Сейчас, еще немножко осталось попыток действовать, и все будет хорошо. Так, спокойно, спокойно. Где же тогда эта капитанская каюта? Что-то я не помню здесь такого. Отсек мотыльков, реакторная. И мне вот сюда. Мне вот сюда. Раздевалка, отсек крабов. Так, где мой резачок? Лазерный резак? Ну, посмотрим, как это работает. А. Ну, в принципе, так же, как и ремонтный инструмент. Направляй, да... Да режь. Подсаживается только батареечка. Так, осторожно. И что теперь делать? Я как-то... Боюсь прикоснуться. Разрежьте, чтобы... Что? Опс. Протолкнул. Протолкнул, протолкнул. Так. Где мой фонарь? Что это такое? Оставленный КПК. Второстепенные задачи Авроры. Чуть позже, чуть позже. Отсек крабов. Батарея, иди сюда. А птичка. Очень ты мне нужна. Использовать. Заманчивое предложение. Так. А чтобы... Что-то отсканировать? Нет? Ничего мне здесь полезного нет? Нет? Не оставлено? Вроде бы нет. Вроде бы нет. Оп. Водичка. Иди сюда. Кстати, можно сразу и употребить. И съесть. Черт пропал. Не успел. Не успел я тебе съесть пузырь. Прости. Так. Отсек... Отсек крабов. Отсек крабов. Да, тут без огнетушителя делать нечего. Так. Ты на нуле. Почему я тебя раньше не выбросил? Троечка. Так, сюда, 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 сюда. Ремонтный быстро поставить. Пятерочка. Отсек крабов. Опачки. Отсек крабов. Можно, конечно, сюда вниз заглянуть, что здесь. Но здесь все блестит и сверкает. Что-то я боюсь этого электричества. Как бы мне тут не прижгло чего-нибудь. Нет, пожалуй, я выберусь отсюда. Эй-эй-эй. Жилые каюты. Жилые каюты. Но сигнал... Так, где мой фонарь? Зарегистрирован уже слабый сигнал черного ящика, идущий со стороны пробоины в данной комнате. В данной комнате какой-то сигнал. Ох, ничего себе. Вот, смотри-ка, что-то здесь стоит. Взять модуль хранилища. Пригодится. Так, что-то я не пойму, что мне нужно делать. Ах, вот, наверху какая-то комната. Вижу, вижу, вижу. Вижу, вижу, вижу. Вижу, а как туда пройти, не вижу. Так, и как? И как? Там никак. Слушай, может, все-таки здесь как-то? Ну да. Жилые каюты. Склад. Столовая. Ящик с припасами. Питательный батончик. Ну и что там у нас на складе? Где тушенка? Фильтрованная вода. Еще водится. Вот, питательные батончики, большое спасибо. А то кто его знает, сколько я здесь еще пробуду. Фильтрованная вода. Подожди, что-то можно отсканировать. Что-то можно отсканировать. Хотя я не понял, что. Не понял, что. Слушай, ну жалко. Что-то пропустить. Как-то тут. Здесь я выходил. Ой. А, вот. Барный стол. Господи боже мой. Очень-очень нужная штука. Барный стол, конечно. Стойка. Водичка. КПК-шечка. Меню на сегодня. Ящик с перепасами. Стоп. Огнетушитель. Они знают. Настенная полка. Вот что. Ну, я что-то не вижу. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Смысла не вижу в тушении. Это что за что? А. Так. Сюда не пройти. Сюда, похоже, тоже. Тухни. Нет, смотри. Все равно. Начинает разгораться. Ящик с припасами. Каюта. Вот. 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 Для чего нужен был этот код. Каюта номер три. Подожди. Не надо тушить. Надо сканировать. Что ты делаешь? Одноместная кровать. Взять багажная сумка. Серьезно, что ли? А что это такое? Обычная сумка для переноски личных вещей. Это как-то? Туда можно что-то складывать или что? Зачем она не нужна? Скамья. А. Подожди. 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 Это сумки. Просто я могу как небольшой склад использовать. Все понятно. Взять как бы я их не могу. Потому что у меня уже полным-полно всего. Да? Может взять одну сумочку. Употребить. Употребить. Хотя в принципе зачем она мне нужна? Зачем она? Слушай, ну сюда я точно не пробью, не пройду. Каюта капитана. Каюта капитана. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Что там у нас из нового? База данных. Коды и ключи. Заманчивое предложение. Говоришь, что уже больше года на этом драндулете никогда не бывало снаружи. Так вот, теперь у тебя есть друг с ключами от огромного мать его роба-костюма. Нам совершенно ничего делать, пока мы не доберемся до звезды и не начнем работать над вратами. Если хочешь попробовать звезды на вкус, только скажи, у меня тут есть запасной краб специально для тебя. Ты не знаешь, что такое сила, пока не раз... Что не раздолбишь, а стероид собственными голыми механическими усиленными руками. Хочешь сыграть в мяч, прилетающий мимо метеором? Приходи в каюту номер один, код 1869. А капитан... Подожди, подожди, подожди. 1869. Значит, это каюта номер один. А там каюта капитана. А как туда пройти? Меня же таком бьет. 1869, правильно? КПКшка. Независимое отношение ответственных лиц. И что? Синяя кепка. А зачем мне нужна эта синяя кепка? Лада. Багажная сумка. Че-то не могу взять аптечку. На стенные полки. Мягкая... Мягкая игрушка обжора. Слушай, ну я возьму, я не знаю, зачем это. Может... Ну, людей-то нету. Разговаривать не с кем. То есть, пускай... Кстати, вот эти вот... Блин, сумка. Зачем я их понабрал? Они пустые. Возьму лучше игрушку. Будет с кем поговорить. Хотя бы с игрушкой. Так, ну а что... Что же мне это дало? Я не понял. Взял я что-то. Я взял документы. Общественные документы. Меню на сегодня. Вот. Независимые отношения. Все хорошие вещи в жизни – это товары. Мы торгуем любовью так же, как мы покупаем и продаем акции. Мы вступаем в человеческие отношения тогда, когда в них есть справедливый обмен ценностями. Поддержка, мотивация, привязанность, нечто хорошее не дается даром. Если все физические товары Федерации поступают от одного поставщика, то это создает опасную монополию. В личных отношениях так же. Людям важно получать то, что им нужно из нескольких источников. Если кто-то найдет лучший источник необходимых товаров, то не делай другого своего. Тра-та-та-тра-та. Слушай, ну и с этим я уж чуть в другой раз во все это повчитываюсь. Мне как бы вон туда нужно. Я смогу пройти? Или нет? Может, как-нибудь присесть? Нет, все просто. Все просто. Электричество на меня никак не влияет. Так, следующий код. Каюта капитана. 2679. 2679. Такс. Журнал капитана. О! Постер. Слушай, ну тут надо все собирать. Все. Игрушка. Конечно же. Конечно же возьму. Спасательная ракета Нептун. Вот как. То есть я практически уже спасен. Пусковая платформа Нептун. Свинец, титановый слиток, микросхема. Ну это всего лишь пусковая платформа. А сама ракета? А сама ракета как строится, как делается? Или это чуть позже? Пусковая платформа вообще не проблема. Больше ничего не будем загружать. А ну-ка, еще разок. Чертежи, база данных. Данный набор чертежей был разработан в штаб-квартире Альтера специально для спасения вас и доставки до ближайших фазовых врат. Он учитывает местную гравитацию, астрономические данные и доступные ресурсы. А также управляется искусственным интеллектом. И можно адаптировать под любой доступный источник энергии. Но ему, ну, что? Но ее, ему понадобится очень много. Набор состоит из пяти отдельно конструированных элементов. Пусковая платформа, плавучая платформа. Обеспечивает твердое основание для запуска ракеты. Башня подъемника. Первая ступень. Вторая ступень. Третья ступень. Функции. Система жизнеобеспечения. Передатчик. Регулируемое космическое экранирование. Бортовая капсула. Внимание! Бортовой искусственный интеллект не запускает корабль, если обнаруживает местные угрозы. Внимание! Примечание. Инопланетных материалов в качестве источника энергии корабля может увеличить его дальность действия непредсказуемым образом. Меню на сегодня. Что же... Может что-то нужно другое построить, чтобы производить остальные части? В общем, не знаю. Сейчас я только могу сделать пусковую платформу Нептуна и все. Знаете, я, наверное, на этом месте остановлюсь, в этой каюте капитана. Скажу вам спасибо, что смотрели меня. Пока-пока и до новых встреч. А в следующий раз я, наверное, уже начну со спасательной капсулы, потому что я быстренько туда наберусь, сделаю себе снова этот моталек, потому что, блин, этот долбаный жнец его раздавил. И уже следующую серию, наверное, начну с новеньким моталеком. Ну, не знаю, как получится. В общем, спасибо, что смотрели. Пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok